здравствуйте друзья давно не было от меня обзоров по причине того что мой корейский велосип пострадал вот так он выглядит теперь к сожалению немного простреленный вот ну я не по поводу этого я по поводу телефона но galaxy s4 сегодня был на старте продаж и соответственно приобрел сей девайс модель i9 500 накладную посмотрим приобрел в фильмом магазине samsung налог у нас аж четыре с половиной тысячи представляете дали в подарок два аксессуара чехол их нефильменный который в принципе мне не очень нравится потому что фотографировать я люблю мешает у нас фотографировать своей откидной крышечкой вот дали мультимедийную станцию самодельно что она ангелы xeno 2 то есть бесплатный сыр как всегда поговорка у нас но она хорошая как мы имеем ввиду из у нас и пися экспрессом 3 3d порта hdmi порт видите то есть принципе штучка хорошая с ним можно даже на над поиграть в плане того что поставить и девайс и подсветить клавиатуру и мышку рубиться но это потом я если это возможно я сделаю обзор посмотрим далее вернемся комплектации коробочка вот такого деревянного цвета на линолеум поход посмотрим эта версия 16 гигабайт с процессором exynos 16 гигагерца и двухъядерный четырехъядерный извините 1 и 2 гигагерса 8 ядерный но по типу 4 плюс 4 по смыслу здесь у нас значит модель 9500 еще раз говорю с exynos не поддерживает lte только 3g на первое время этого и хватит вот сегодня у нас напоминаю старт продаж был в 26 апреля и доступны только такие версии цвет я выбрал серый туман сейчас покажу вам комплектацию сначала уберу я все это фигню как всегда вот странно немного что у нас наушники нибудь провод или зарядка белого цвета мне не очень нравится потому что если это черный пусть это будет все черное белое пусть это будет все белое они же не вкладываю к белому девайс черный зарядку так теперь где интересно аккумулятор нас увеличился 2600 миллиампер так у нас увеличилась и мощность зарядки теперь она 2 ампера составляет видите да поэтому заряжать из-за этого там нас будет быстрее напоминаю что в прошлом был один ампер galaxy s3 был один ампер galaxy 2 было 0,7 ампера то есть но заряжать galaxy 3 от этого устройства зарядного не совет наверное не стоит потому что аккумулятор то будет заряжаться быстрее но цикл наверное все-таки уменьшится общий зарядов в принципе здесь ничего интересного и нет вот у нас самый аппарат здесь я комплектацию только обозреваю в этом обзоре поэтому все это вот много раз видели хотел сказать тысячу раз видели но не тысячу конечно раз но уже много раз ну что вам сказать по сравнению с корейской версии он конечно отличается весом корейской версии встроен еще и радио на чине радио телевизор извините оговорился телевизор то есть вот этот за этого и модуль аутерия поэтому он немножко тяжелее 2 гигабайта там даже не немножко тяжелее на конкретно тяжелее в этот раз galaxy s4 международной версии европейской не знаю как его правильно назвать даже не европейской ваш европейцы тоже получают в основном наклалками процессы русской версии вот раз в русской версии да грубо говоря на гораздо легче это прикольно это прикольно я даже вам скажу больше это очень хорошо сейчас видим фокус короче включаем мы аппарат вот такая у нас доставка тут мультимедийные фишки всякие сейчас только что я прошел кстати n тут antutu 28 209 я получил вот на ваших глазах пройду тест квадрант давайте так где у нас тут он кстати кому интересно в квадранте системе показывается только 4 процессор но не 8 то есть остальные 44 процессора которые на архитектуре a7 почему-то здесь не видно полный бенчмарка пока нажимаем давайте посмотрим его полностью потому что интересно бенчмар короткий и одновременно интересно посмотреть на кадры в секунду которым показывать если бы это был antutu я бы прервал бы и показал бы вам конечный результат но здесь всегда в квадрате было интересно какой же максимум может показать девайс fps мы видим стабильные 60 кадров вообще стабильный абсолютно но вот сейчас повернулась немножко 560 так вот результат так результат 13000 сейчас 13000 23 попугайчика лежачков то есть процессор у нас очень мощный получается основном за счет процессора мы выходим вперед вот если пройти этот тест еще парочку раз можно от 200 набрать еще больше то есть на нас 12200 где но не будем заострять внимание набрали на 13000 это уже круче чем накалками сто процентов я сразу снял свайп можно спид тест пройти по точке и она меня . н тариф 100 мегабит но не отце когда было бы отце было бы интереснее поэтому сцена не очень интересно признаюсь за но может быть вам интересно будет глянуть вот смотрите 74 значит получение передачи 109 вот так вот в основном что мечмарков касается расстроила что живые обои мельница пропали к сожалению есть два вида живых обоев это вот такие вот уже сто лет но и все почему-то оставляют лучи и пузырьки мельницы больше нет ну в принципе это кому как может кто-то вообще даже не знает что за витрина мельница там так далее это мы объясню это живые обои где изображена витриная мельница и показывает реальную погоду сейчас дождь там тоже дождь если снег то тоже снег это очень прикольно мне накажется что касается перелистывание рабочих столов если на рабочем столе сейчас добавить несколько бюджетов больших ну примерно такой же как вот бюджет погода то небольшие небольшие совсем подлагивания заметным будет совсем небольшие поэтому но в принципе это не страшно потому что я во первых могу сказать что бюджет это они не нужны такие огромные не вижу смысла у них если кому-то нужно это бог ему судья пусть ставит не вопрос у меня не нужны местные я попытаюсь создать попозже папочки с приложениями как это сделано корейцы сейчас покажу вот это корейцы конечно немного подлаги меня есть то есть не вот в этом перемотки вот и все нормально а вот когда папочку сама смотрите сейчас очень внимательно смотрите агент вконтакте меня папочка диспетчеры яндекс google и обязательно смотри к сожалению не очень заметно но они открываются как бы не очень плавно но это придирка чисто косметическое то есть в принципе особо не напрягает просто обычно все эти штучки замечают люди которые привыкли очень плановый интерфейс это iphone очень все плавно поэтому стабильнее 60 кадров в секунду здесь конечно андроид по здесь ничего не поделаешь свои фишки нюансы так далее но от самых главных глюков которые были изначально у нас 404 прошивки а потом уже были исправлены в 41 это во первых вот точно с подлаги у меня сталка столов этот полностью практически исправлен как искал практически то есть если поместить какие-то там бюджеты то возможно что-то будет но совсем чуть-чуть проседания будет совсем то есть не такой заметный как это было в андроиде 404 вот поэтому это не страшно так здесь еще что смотрите настройка нас тут у нас меню поменял поменялось немножко видите да да обращаю внимание что статус-бар прозрачный в меню и на заблокированном экране вот он продавичный так далее я все прошли 422 сейчас я вам это продемонстрирую оба устройстве 9500 422 версия ядра 12 апреля появился то новенькое состояние с ею них разрешающих и макс я не знаю что такое потому что я этого не встречал часам покажу на корейском мы здесь у нас последний вариант номер сборки то есть новая графа состояние с ею них что-то новенькое в принципе пока все то есть здесь я попытался не затрагивать технические характеристики девайса но все-таки затрону то есть показав его мощь в бенчмарках установлю игры покажу и в играх производительность него может быть покажу и фишки потом попозже но пока обзорчик вот такой так что в принципе стоит того единственных штук хочу отметить пока не забыл это с оперативной памяти какие-то как дела обстоят отложим корейца еще не они неприятный может быть кому-то все равно но я привык что девайс на старте продаж я покупаю в корее ой корей извините в корее сделанный в корее но этот аппарат оказался делал на вьетнаме не знаю почему так вот как так больше вот оперативная память у нас строчку удлинилась описывать чтобы обеспечить возможность быстрого повторного вот раньше этого не было но все глупости поэтому они то есть для того чтобы изначально нам доступно где-то мега свободно где-то мегабайт 600 700 я считаю что это маловато поэтому мы должны замораживать либо удалять приложение встроенные которые нам не нужны так называемый мусор вот видите я очищаю память я очищаюсь равно у меня 1 гигабайт но сейчас я почистил всего 90 мегабайт то есть там еще еще и что то что можно почистить я считаю что если у меня не запущена в данный момент ни одного приложения на вещи что-то кротство как бы так потому что давайте посмотрим тоже корейца сейчас здесь также запущен от агент примеру что мы из него выйдем выходим из него закрываем узел очистить здесь у нас возвращается свободно 612 из 1 75 здесь у нас 182 но при этом подчищается всего лишь то есть на гигабайт свободно занят системы здесь на свободном конечно гораздо больше но в процессе я вам скажу как это влияет в основном на мою любимую функцию многозадачность в принципе все решаемо кастом ядра поддержка будет поэтому на этом мы не смотрим 2 гигабайта все-таки это круто это не 1 гигабайт как это было раньше но все ребята спасибо за внимание жиди обзоров они будут